Это из полиции, лейтенант Иванов. Ваш сын сбил человека. Срочно нужны деньги. Примерно так может начать разговор мошенник. Пожилые люди очень доверчивы и, услышав подобное, многие просто теряют бдительность. Чтобы помочь близкому человеку, они готовы отдать последнее. И аферисты без зазрения совести этим пользуются. Но не стоит забывать о главном. Снова и снова повторят полицейские. При выезде на место ДТП сотрудники ГАИ оформляют дорожно-транспортное происшествие. При этом они не уведомляют родственников о том, что их родственник попал в ДТП. В основном жертвами мошенников становятся пожилые люди, которые склонны доверять. Соответственно, как я ранее сказал, мошенники очень хорошие психологи. Нужно доводить все-таки до своих близких, что существует такой вид мошенничества. Не стоит доверять. Нужно сразу перезванивать тому человеку, кто якобы там попал в ДТП. Мошенник может представиться не только полицейским, но и сотрудникам пенсионного фонда, социальным работникам, врачом из больницы и так далее. Цель – сбить с толку и не дать возможности одуматься. Мы спросили у людей на улице, что бы они сделали в подобной ситуации. Звонят, но я отключаю, не разговариваю с ними ни с кем. Я бы сразу положила трубку, как говорится, и с ним. Пошлю подальше. Аху больше. Нужно иметь сначала свою голову, а потом обращаться, наверное, в опорный пункт или в милицию. Каждый думает, это случится с кем угодно, только не со мной. Но, к сожалению, от такого не застрахован никто. Полицейские всерьез обеспокоены количеством обманутых людей в регионе. Они провели профилактику среди пенсионеров и объяснили им, как действовать, если позвонит мошенник. К счастью, не всех удается обмануть. Среди бдительных оказалась Валентина Яковлевна. Поздним вечером на телефон пенсионерке позвонила женщина. Со слезами она сказала, что сбила человека и просила деньги. Тогда-то Валентина Яковлевна и позвонила своей дочери. Та была дома. А этот услышал на мобильном и говорит, ну я ж вас предупреждал, никому не говорите, не называйте ситуацию, меня всё. И отключился. Понимаете, в такой ситуации, когда твой ребёнок тебе сообщает, что он попал в аварию, причём чуть ли не со смертельным исходом сбил человека, тут всё, сразу теряется самобладание и всё, можешь пойти на любые действия. Бдительная пенсионерка сразу обратилась в полицию. Валентина Яковлевна, мы благодарим вас за правильную убедительность и своим буклетом хотим напомнить о ваших действиях при поступлении звонков от мошенников. Защитить своих мам и пап, бабушек и дедушек просто. Расскажите им о проделках мошенников. Но самое главное, будьте всегда рядом и не оставляйте их в одиночестве. Екатерина Сегеда, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение.